Добрый вечер, я Максим Путинцев. На стенде сегодня Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Рад видеть вас в нашей студии, в нашем городе. А все почему? Потому что в Екатеринбурге «Опора России» проводит всероссийский предпринимательский форум под таким вот красивым и звучным названием «Время начать свое дело». Так вот, время ли и почему люди готовы или не готовы начинать свое дело, мы обязательно поговорим. Но все-таки, что собой этот форум представляет, для чего он проводится, какие цели и задачи преследуют? «Опора России» — это общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Это одно из крупнейших бизнес-объединений нашей страны. Мы проводим в разных регионах страны наши мероприятия, которые собирают предпринимателей не только со всей страны, но к нам приезжают еще наши партнеры из зарубежья. А вот в частности, вот сейчас в Екатеринбург приедет достаточно большая делегация из Китайской Народной Республики и из других стран. Смысл в том, что когда мы развиваем малый бизнес, а наша главная цель — это развитие малого бизнеса, членов нашей организации «Опора России», то очень важно, помимо различного рода государственных программ, еще нужен непосредственный человеческий контакт. Таким образом, мы не только помогаем людям перенимать лучшие практики, но и еще мы, это фактически, мы представляем регион. Свердловская область является одним из ведущих, она входит в пятерку по многим показателям регионов нашей страны. И губернатор области Куйвашев, он как раз пригласил «Опору России» с тем, чтобы во многом презентовать те возможности, которые есть у Свердловской области для развития малого бизнеса. То есть задачи вполне себе практические у этого форума. Мы решаем, да. Пригласили гостей, а потом гости, глядишь, с информацией, которую здесь получат, они как-то с ней активно поработают и нам помогут. Конечно, и будут инвестировать в том числе в Свердловскую область. Причем гости и из России, и из-за рубежа, в частности, из Китая. Да. Одно из главных событий форума, вот я посмотрел его программу, обсуждение федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Вы еще и модератор этой дискуссии. Можно озвучить ваше видение этой проблемы? Как популяризировать бизнес? Мне кажется, условно, в 90-е этого делать было и не нужно. Все сами стремились к предпринимателям. Теперь что-то поменялось. У человека всегда есть тяга к творчеству. Одно из таких творчеств является предпринимательство. Другое дело, что… Ох, рискованное творчество, можно все проиграть. Мы понимаем это, да. Поэтому очень важно это навыки, связи. А если еще есть государственная поддержка, причем та, которая нужна предпринимателям, тогда, наверное, и можно проще сделать этот рискованный шаг. Вот, в частности, мы будем говорить о популяризации. Смотрите, какие вызовы сейчас стоят перед страной. Есть национальный проект. Президент отнес развитие малого бизнеса к 12 национальным приоритетам. Там есть пять федеральных проектов. Это и улучшение делового климата, это акселерация бизнеса, доступность финансов, развитие сельскохозяйственных кооперативов, фермеров и, наконец, популяризация предпринимательства. Впервые в нашей стране по предложению бизнес-объединений, таких как «Опора России», государство выделило средства из наших налогов на то, чтобы в стране была информационная компания. Иди в малый бизнес. И мы сейчас уже видим, по телевидению, по радио уже идет под брендом «Мой бизнес» такая компания. Активно, кроме того, продвигается это и в социальных сетях. И вот здесь, в Екатеринбурге, мы подводим первые итоги начавшейся информационной кампании по популяризации малого бизнеса. И есть уже эффект? Вы его ощущаете? Ну, а посмотрите... Причем, чтобы не какая-то лукавая цифра, а все-таки это соотносилось с реальностью. Ну, цифры мы увидим, наверное, все-таки в начале следующего года. Мы можем пока только подводить итоги прошлого года. А дело в том, что посмотрите, как фон поменялся в стране. Мы еще только-только, буквально с сентября месяца, началась информационная кампания. Вы посмотрите отношения, средства массовой информации. Люди активно интересуются малым бизнесом. Многие учебные классы переполнены различного рода площадок. Александр Сергеевич, это все замечательно, но я бы с вами поспорил, есть цифры социологов, которые в последнее время из года в год показывают печальную, ну, как мне представляется для вас, динамику. Все меньше и меньше граждан нашей страны говорят о том, что они готовы открыть свой бизнес, что им это интересно, что они готовы стать предпринимателями. То есть, тренд негативный, общий фонд негативный. Что-то с этим надо делать. Что происходит? Вот объяснишь, что происходит? Люди не хотят идти в бизнес. Люди говорят, лучше я буду наемником в какой-нибудь большой государственной структуре, меньше проблем будет. Ну, видимо, так. Так мы вот это, на это и найден ответ. Мы этим и занимаемся, в том числе опор России и национальный проект. А, так люди не идут в бизнес, потому что не знают каких-то элементарных вещей. Надо им просто объяснить. И это? У нас есть образовательные блоки, и мы вот один из дней нашего большого форума – это цифровизация малого бизнеса. Мы, опор России, вместе с Банком Открытием приедут очень известные спикеры, модное слово, да, там будет и Google, будут другие цифровые площадки. Они будут рассказывать, как можно и нужно зарабатывать деньги в информационном цифровом пространстве. То есть мы учим людей, безусловно. У нас будет много B2B-контактов. То есть китайские инвесторы хотят сегодня интересуются инвестированием России. У них серьезные деньги, их пытаются вытеснять с американских рынков, и они интересуются другими рынками. А почему не в Россию? Сюда приедет очень серьезная делегация китайских предпринимателей. Соответственно, ответ есть, есть национальный проект, он четко прописан, нужно его выполнить. А вот на его выполнении есть много ухабов, да. Гладко было на бумаге. На бумаге, но забыли про враги, как известно. Ну вот смотрите, часто и обычные граждане, и предприниматели, когда их спрашивают о неких проблемах, да, они называют, ну как мне представляется, триаду такую классическую. Первое, это налоги, налоговое регулирование. Кто-то говорит излишнее, кто-то переживает за то, что слишком часто это просто меняется по ходу игры. Второе, это проверки разнообразные. И третье, ну скажем так, это излишнее регулирование самых разных наших бизнесовых отраслей. Что с этим всем делать? Ведь это действительно, наверное, объективный диагноз, да, который нужно лечить. Ну, что касается налогов, это большая тревога и опора России. Действительно, с этого года мы видим усиление налогового времени и на бизнес, и в частности на малый бизнес. Вы знаете, что мы обратились и с этим, и к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и к Антону Германовичу Силуанову. В конце этого месяца будет обсуждение, в том числе и этого вопроса, на самых серьезных площадках правительства Российской Федерации. И вот одна из целей нашего такого форума, это как раз со всей страны собрать программу действия опоры России. Одна из больших сессий будет посвящена этому. Поэтому по усилению налогового времени это тревожная тенденция. Кроме того, нам было обещано, что режим самозанятых, он будет на всю страну распространен уже со следующего года. А теперь начались разговоры, да нет, давайте там кому-то разрешим, кому-то не разрешим. А ведь это записано в нацпроекте. То есть мы сначала принимаем национальный проект, а потом сами его пытаемся по каким-то причинам не выполнять. А тогда как выполнить те задачи, которые поставлены президентом нашей страны? Кстати, уточню, как вы считаете, самозанятых из тени вытащить получится? Пока все попытки проваливались. До того. А вот впервые было создано правительством вместе с бизнес-объединениями мобильное приложение «Мой налог». И скептицизма было очень много. Но благодаря нашим предложениям... В нескольких регионах, в четырех, по-моему, покрыто действует. И там в плане было то, что к концу года 200 тысяч человек на этом мобильном приложении зарегистрировались. Еще только начало октября там уже более 200 тысяч зарегистрировалось. То есть все скептики были посрамлены. Это оказалось удобно, потому что минимальный налог, никакой отчетности. Может зарегистрироваться в течение пяти минут, имея только паспорт на руках и скачанное мобильное приложение. И может сняться с него также в течение пяти минут. Это оказалось настолько востребовано, что очень много регионов просто требует, чтобы то, что было обещано, оно было дано. Какие-никакие деньги в бюджет? 6% с оборота, если, конечно. А так они вообще ничего не платят. Вот в чем вопрос. Но нам говорят наши оппоненты. А вдруг всех наемных... Ну конечно, всех посчитают. И переведут. Но там ведь вообще-то налоговая видит, она за это наказывает. Это правда. Это называется схемой и за это наказывают. Самое последнее, наверное, все-таки, опять же, интересно ваше видение. Есть ли у нас в стране регионы-флагманы в плане, в части поддержки малого и среднего бизнеса? Вообще, может ли их опыт быть масштабирован, применен другими регионами? Конечно. У нас есть достоверная очень статистика. Это реестр малого и среднего предпринимательства, который идет в Федеральная налоговая служба. С 10 августа по 10 августа каждого года. Это самые достоверные цифры, что творится во всех регионах. Открылись, закрылись. Открылись, закрылись. Почему так? Потому что именно 10 августа налоговая убирает из реестра всех тех, кто либо закрылся, либо перестал. И где у нас хорошо? Где в России жить хорошо? Сейчас выясним. Ну, конечно, это прежде всего крупнейшие города. Да. Москва, Питер? Москва, Питер, Екатеринбург. А, и мы здесь рядышком. Это хорошо. Екатеринбург, во-первых, с моей точки зрения, это третий город в стране по динамике. С моей тоже. Я сам с Урала, поэтому, в общем-то, горжусь достижениями Екатеринбурга. Вместе с тем, смотрите, здесь очень серьезная программа поддержки предпринимательства. Здесь серьезные деньги в фонд поддержки предпринимательства. Министерство по инвестициям активно играет роль. То есть мы как раз тот самый регион, чей опыт можно транслировать и у кого можно учиться. Но, смотрите, если губернатор пригласил, невзирая на то, что у вас масса других мероприятий, именно опору России сюда, чтобы, наверное, это ведь еще и в том, чтобы лучший опыт его и продемонстрировать. И это правильно. Люди будут приехали сюда, они будут поститься там в фейсбуках, в инстаграммах. У вас заняты все отели, люди идут в рестораны. Мы с собой привезли еще и массу денег в Екатеринбург. Ну, понятно, все пойдет на пользу нашему городу и региону. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». До свидания и удачи.